Я, честно говоря, не ждал, что вас будет так много, но это, наверное, и к лучшему. Я сегодня хочу рассказать о том, как перейти всем на третий питон. Для начала, конечно же, минутка саморекламы. У меня много простых библиотек, которые поддерживают и второй, и третий питон. Я помогал портировать несколько сторонних библиотек и помогая добавить поддержку третьего питона в Natural Language Toolkit. Это библиотека для питона для обработки естественных языков. Во-первых, вопрос, зачем переходить на третий питон. Понятно, что он лучше, у него есть много всяких возможностей, но я про них не буду рассказывать. Дело в том, что второй питон уже два с половиной года не улучшается никак, потому что последний выпуск был два с половиной года назад, был релиз питона 2.7. И с этого времени все улучшения только в третьей ветке идут. Если вы не используете третий питон, то вы с каждым временем как бы все более и более устаревшей версией интерпретатора пользуетесь. В принципе, в этом ничего плохого нету, но просто это нужно иметь в виду и когда-нибудь все равно все на него перейдут. Но в чем проблема-то вообще? Зашли на сайт питона, скачали третий питон, установили его, начали писать на третьем питоне. Ну никаких проблем в общем нет. Ну и ладно, предположим, у вас есть код какой-то на третьем питоне уже. Ну в чем тут сложность? У всех же, наверное, есть код на какой-нибудь, в фреймворке, например, есть код. Вы обновляете, когда фреймворк обновляется. Зашли на сайт питона, скачали третий питон, зашли в документацию, почитали список изменений, поправили свой код, все нормально заработало. Опять никаких проблем? Ну ничего особо сложного-то нету, мы взяли, поправили. Есть даже утилиты, которые делают это автоматически. Утилита 2.2.3, она входит в стандартную поставку питона. Вы ее натравливаете на свой исходный код, она заменяет все конструкции из второго питона на третий питон, и он у вас работает по третьим питонам. Она не всегда правильно работает, но в общем помогает. Есть утилита Python Modernize, о ней чуть позже еще будет. Другие утилиты есть. Ну и в общем обновление программы это такое достаточно обыденное дело. И тут ну что, ну питон, питон. Вы же обновлялись на 2.6, на 2.7. А проблема в том, что у питона очень богатая экосистема. На PyPy там более 20 тысяч библиотек, там около 20-50 тысяч уже. Всем бы, конечно, такие проблемы. И большинство из этих библиотек под третьим питоном сейчас не работают. Извините. Ну и преимущество этих библиотек, они перевешивают преимущество языка для очень многих разработчиков. И поэтому человек не решается или не может по объективным причинам начать проект на третьем питоне, потому что есть библиотеки, которые еще не портированы. Поэтому мне кажется, что главный навык, который необходим для перехода на третий питон, это не навык написания, то есть кода на третьем питоне, навык портирования своего кода на третьем питоне. Это навык портирования библиотеки на третий питон. Что это дает? Если вы умеете портировать библиотеку, тогда вы можете начать проект и можете быть уверенным, что если какая-то библиотека еще не работает по третьим питонам, вы посидите немножко, и она под ним заработает. Или вы можете уверенно не начинать проект на третьем питоне. Потому что если вы знаете, какие усилия требуют портирования библиотеки, точно, то есть не боитесь там, говорите, что это я за минуту сделаю, тогда вы можете трезво оценивать, сколько это времени займет, и, например, не начинать проект на третьем питоне. Или не переводить свой проект на третий питон. Главное, что делать осознанно. Ну а можете, например, следующий проект надо делать. Ну и плюс есть, конечно, пользователи мировой цивилизации, потому что каждый что-нибудь портирует, и все все портируют. И еще есть один аспект, который не очень очевиден. Сейчас все больше библиотек добавляют поддержку третьего питона. И для этого есть некоторые специфические приемы. И если вы не знаете, как это делается, то вам будет скоро сложно читать код большинства open-source библиотек. Большинства популярных, как минимум. Потому что в этом коде он будет поддерживать и второй, и третий питон. Для этого есть разные способы, я о них дальше расскажу. Но это будет не просто код на втором питоне, или не просто код на третьем питоне, скорее всего. Если вы хотите что-то поправить, вполне возможно, что если вы не понимаете, как все это происходит, у вас может там не получиться. Так что это все такие практичные навыки, которые полезны, даже если вы не собираетесь переходить на третий питон в ближайшем будущем. Тут вопрос, что значит портировать библиотеку? Что значит портировать свой код? Понятно. Нужно взять просто и сделать так, чтобы он по третьим питонам работал. С библиотекой все немножко сложнее, потому что в библиотеке уже есть пользователи существующие. И если вы просто берете код и переписываете на третий питон, то получается, что все люди, которые большинство все еще пишут на втором питоне, они уже не могут пользоваться библиотекой. И сейчас библиотека такая, которой почти никто не может пользоваться. Приятная библиотека и дейтутил 2, которые так и сделали, но потом они не исправились. И библиотека дейтутил 2.1 уже работает и по третьим сырым питоном. Я все говорю второй, третий питон, второй, третий питон. Но второй питон есть там от 2 и сколько там? Это 2.7. И эти версии интерпретаторов, они друг от друга тоже отличаются. И возможно, что сильнее там, чем 2.7 от 3.2 отличается. Поэтому хорошо бы сначала разобраться, какие версии питона-то поддерживать. С тройкой, ну здесь уже такие досужие рассуждения сейчас будут. Так что если у вас какие-то другие мнения есть, то это нормально. С третьим питоном первая версия, которая стала использоваться в продакшене, это версия 3.2. Она сейчас по умолчанию версия в Ubuntu long-term support. Она версия в Ubuntu, которая недавно вышла на днях. Это популярная достаточная версия, и она еще долго будет на небосводе. Поэтому версии, которые раньше, они используются гораздо меньше. У них там были проблемы с производительностью. И просто они раньше были, тогда еще как-то времени пришло. Поэтому мне кажется, что третий питон хорошо поддерживает. То есть поддержка третьего питона – это поддержка питона 3.2. Дальше в докладе я буду вот это примерно подразумевать. 3.2 и дальше. То есть и 3.3 и так далее. С версиями второго питона. Поднимите, пожалуйста, руки, кто третий питон использует. Замечательно. Вот я когда в Екатеринбурге это рассказывал, там некоторые люди даже использовали в продакшене третий питон. А кто пишет на питоне 2.4 в продакшене? Во. Есть у всех, которые пишут на питоне 2.4. Но питон 2.4 – это жуткая древность. И поэтому лучше про него забыть. Конечно, если можно. Кто-нибудь пишет на питоне 2.5? Вот есть люди, да? Это он, наверное… Это где он? В Дебяне Ленине еще есть? Где? В CentOS. Я думал, там 2.4, 2.6. В CentOS 5-го нету. Там фишка с 5-м питоном, то, что 2.4 был в RedHut, который там поддержка до конца света. И следующая версия RedHut вышла, у них была поддержка питона 2.6. А 2.5, он так постепенно умер. Его в современных осях сейчас, в общем-то, и нету 2.5-го питона. Это очень современный ОСИ, бунт 8.04. Вот. Ну, кроме того, в питоне 2.5 отсутствуют многие фичи, которые позволяют писать, добавлять поддержку кода на третьем питоне. Поэтому, ну, мне лично кажется, что лучше про питон 2.5 тоже забыть. Дальше есть у нас питоны 2.6 и 2.7. Все, я думаю, их используют. Кто здесь 2.6 использует? Ну, а 2.7? А кто вообще питон не использует? Никто питон не использует. Ну, в версии 2.6, в принципе, есть все необходимые фичи, которые позволяют писать код, который работает, и под вторым, и под третьим питоном с помощью разных средств. И, в принципе, в версии 2.7 особо ничего не было нового. Именно конкретно что-то относится к портированию на питон 3.0. Там, конечно, есть очень полезные вещи разные. Возможно. Ну, и поэтому мне кажется, что в версии питона нужно поддерживать вот эти. Но дальше у нас есть вопрос, что значит поддерживать версию питона. Вот у нас есть какая-то библиотека, мы говорим, мы поддерживаем версию питона. Вам приходит какой-то патч, а как вы знаете, поддерживает он или не поддерживает версию питона? Для этого поддерживать версию питона, то есть это проверять, что ваша программа под ней работает. Проверять это можно с помощью автоматического тестирования. Проверять это можно вручную, если что-то не покрыто тестами. Проверять это можно на своих пользователях, например. Но это уже хуже. Для того, чтобы запускать тесты под разными интерпретарами питона, это такое достаточно муторное занятие. Вам нужно создавать несколько виртуалендов, я так понимаю, их активировать по очереди, запускать тесты, ставить зависимости, чтобы все это дело упростить. Но если что-то сложное, это никто делать не будет, понятное дело. И поэтому прошу любить и жаловать. Инструмент называется TOX. У него веб-сайт, по-моему, TOX.testrun.org. Это такой небольшой скриптик. Он смотрит на файлик TOX.ini. В этом файле можно перечислить интерпретаторы питона, которые вам нужны. Или, точнее, не так, даже не интерпретаторы питона, а варианты конфигурации, под которыми пакет ваш тестировать. Это может быть, например, различные интерпретаторы питона, различные зависимости опциональные пакетов. Это все указывается в test.env. Можно указать, переопределить для отдельного интерпретатора тоже. Указываются, какие зависимости ставить, ну, с пипа. Указываются команды, которые выполнять. Ну, например, там, pytest, может, noestest, или там, если у вас джанга, там, manage. Ну, короче, что угодно. Вы вбиваете потом в командный строке TOX. TOX создает вам папочку. В ней создает кучу virtualenvo. Пока по одному virtualenvo лет. И под каждой конфигурацией просто выполняет вашу команду. Например, запуск тестов. Это что такое? Понял. Я очень удивился. Кроме TOX, просто удобно. То есть вы написали какой-то код, запустили TOX, и сразу видели, где-то что-то упало. Там под PipePay может что-нибудь упасть. Кроме TOX можно использовать какой-нибудь сервер непрерывной интеграции. Например, есть сервер Travis CI. Он интегрируется с GitHub. И он позволяет прогонять тесты. Ну, там где-то у них в облаке, или как это называется по-модному. Тоже под разными конфигурациями. При каждом коммите. Или, например, при pull-request. То есть если есть какой-то репозиторий, делаете к нему pull-request, и там прямо в интерфейсе GitHub будет написано, проходят тесты или падают. Если к репозитории прикручен сервис Travis. Но у него есть такой недостаток, что вам нужно закоммитить, чтобы и выложить, чтобы проверить. А TOX можно локально править, пока тесты не позеленеют. Или вы сами не позеленеете. Есть несколько стратегий поддержки третьего питона. Первая стратегия – это иметь две версии исходного кода. Например, в двух папках рядом. Одна версия под вторым, а другая под третьим. Или, например, в двух репозиториях разных, или в двух системах контрольных версий. Это такой достаточно сложный вариант. Он чреват ошибками, и он, в общем, по большому счету нигде не используется. Второй вариант – это генерация кода под питон третий. Вы пишете код на втором питоне, а затем с помощью библиотеки 2.2.3 код автоматически преобразовывается в код на третьем питоне в скрипте установки. Это официальный способ. Он есть в документации. Это официальный рекомендованный способ. И это был единственный рекомендованный способ до недавнего времени. Многие пакеты этим способом пользуются. Например, NumPy, Tornado, Jinja, Skull Alchemy. Там очень много еще пакетов. Celerie. У этого способа есть некоторые недостатки. Потому что, во-первых, у вас получается замечательный переход на третий питон, потому что код мы пишем все равно на втором питоне. Тут такая хитрость получается. Это первый такой, не то, что недостаток, просто особенность. Есть еще утилита 3.2, которая действует наоборот. Вы пишите код на третьем питоне, она преобразует на второй. Но эта утилита сторонняя, она слабо поддерживается. В общем, это так, эксперимент скорее. Ну, хотя идея прикольная. Плюс, если у вас есть автоматическое преобразование, оно может где-нибудь не сработать. И вам нужно будет… Ну, это достаточно неприятно отлаживать, если у вас автоматика не работает. Для некоторых случаев нужно писать свои фиксеры, плагины для этой библиотеки. И плюс это может быть еще долго. Например, если вы захотите запустить тесты NumPy под третьим питоном, он там будет вам несколько минут только и делать, что преобразовывать код NumPy из второго питона в третий питон. И это нужно будет делать часто, потому что если вы запускаете TOX, он устанавливает NumPy при каждом запуске. И это, в общем, не очень хорошо. Но это способ хороший, в принципе, если у вас небольшой код или если другие способы не работают. Следующий способ, который мне нравится больше всего, это один исходный код. Изначально, когда делали третий питон, считали, что вот мы сделаем третий питон, это будет совсем другой язык, и нужно будет как-то преобразовывать. И мы не связываем все руки тем, что делаем какую-то обратную совместимость со вторым питоном. Но с течением времени оказалось, что есть такое подмножество третьего питона, которое работает во втором питоне. То есть можно писать код, который работает и там, и там, и, в общем-то, этот код будет вполне нормальный. И вы можете даже не заметить, что это код такой, который и там, и там работает. Для этого в питоне есть некоторые фьючий импорты. Они очень сильно помогают в этом деле. Вот они из питона 2.6, там есть можно Unicode Literal импортировать, можно Absolute Import импортировать, Print Function импортировать. В питоне 2.5 их нет, поэтому я его ругаю. И есть еще библиотеки. Библиотека SX есть. Это такая библиотека, в которой очень многие различия между вторым и третьим питоном. Например, в стандартной библиотеке различия. То есть в стандартной библиотеке модули куда-нибудь переименовывались. В библиотеке SX это все дело унифицировано. То есть вы импортируете модуль не в стандартной библиотеке, а импортируете в библиотеке SX, и у вас нужная версия под сырым питоном, нужная версия под третьим питоном. А сама она очень простая, там внутри просто ИВ стоит, Если версия Python такая, то берем оттуда, если версия такая, то берем оттуда. И она пополняется библиотекой, и тоже много где используется. Python Modernize – это такая утилита, она логична в утилите 2.3, но она не делает код на третьем питоне, она делает код, который работает и там, и там. То есть там есть фиксеры, которые специальные, она сама добавляет эти фьючер-импорты, и как-то ваш код преобразует, чтобы все работало. Но она тоже не совсем, как сказать, она может быть полезна, если у вас очень много кода. Но если у вас не так много кода, то можно и не использовать. Этим подходом, с помощью этого подхода тоже много киблиотеки были портированы. Например, PIP, VirtualLens, Django, Pyramid и еще там список большой очень. Это тоже рабочий подход. Третий подход – это переписать все на сайтоне. Сайтон – это такое надмороженство питона, которое по коду, ну, которое генерирует расширение для языка питон. Эти расширения, они работают и под вторым, и третьим, и под третьим питоном. Если у вас есть какое-то C или C++ расширение, то, ну, проще всего его, если у вас на сайтоне, оно вот так, и там, и там, скорее всего, работает уже. Потому что там все это само делается. Ну, примеры есть, например, библиотека LXML для парсинга XML или биннинги к Xero MQ. Они все написаны на сайтоне, и поэтому они там и там работают, и никаких проблем с этим нет. Я, честно говоря, опыт опортирования просто расширений питонных, которые через C API написаны, у меня нету, я не пробовал это сделать. Но мне кажется, что тут есть, ну, как бы три способа, если у вас расширение. Вы можете или наставлять везде и в DEF, и в этом коде. Если там определенный третий питон, то так, если нет, то так. Вы можете выделить какую-то часть, которая отвечает за логику, выделить ее просто в C-библиотеку и обернуть эту C-библиотеку с помощью сайта или с помощью C-types, которые в стандартной библиотеке есть. Ну и третий вариант – просто переписать на сайтоне. Я тут конкретные вещи, как именно, то есть портировать, да, я сегодня не рассказываю, это такой достаточно большой опрос. Есть отличные инструкции по всему этому делу, есть официальные документации питона, есть специальный сайт, там чуть ли не книга про это, есть документация, там в Django есть, там хорошо написано, есть, можете просто почитать документацию в библиотеке с X, очень понятно все станет. Но кажется, что это очень страшно, но на самом деле все знать нам не нужно, там не нужно почти ничего из того знать, что там есть, потому что у вас в каждой конкретной библиотеке обычно только какая-то такая небольшая часть, если просто мозг включить, то можно различия устранить. Ну и я сейчас расскажу один из возможных планов действий, такой просто по шагам. Вот есть у вас, например, библиотека какая-то, она не поддерживает третий питон, что делать? Первый пункт – это проверить, что у вас там с тестами. Тесты должны, во-первых, быть. Я честно скажу, я не знаю, как переводить библиотеку на третий питон, если нет тестов, но просто сложно получается. Если нет тестов, то это не портирование, это баловство, и первый шаг к портированию – это написать тесты, потому что тут разные версии интерпретаторов, и это сложно все головой понимать, если тестов нет. Тесты должны работать. Это такая тоже очень хорошая штука. Вам нужно убедиться, что тесты работают, и вам нужно понять, под какими интерпретаторами они работают. Потому что очень часто в библиотеках нет файлик этого talks.ini, и в setup.py там не прописано, под какими версиями работают. Если прописано, то это может быть неправильно. Поэтому вам хорошо будет настроить для библиотеки talks, и под вторым питоном просто проверить, под какими интерпретаторами все работает. Ну и тестов должно быть достаточно, но это уже так, субъективно. Чем кажется, что там у вас один тест, который ничего не проверяет, то можно еще один написать или больше. Второй шаг – это выкинуть поддержку в питон 2.5. В питоне 2.5 нет фьючер-импортов многих, которые нужны для третьего питона. В питоне 2.5 другой синтаксис для обработки исключений через запятую. Если вы хотите питон 2.5 поддерживать, то там будут сложности всякие, потому что он вот этот новый синтаксис в питоне 2.5 не поддерживает. В питоне 2.5 нельзя явно указать байтовый литерал. То есть есть байтовые данные, а есть в питоне Unicode. И явно указать, что это строка байта, и вот так в питоне 2.5 нельзя. В питоне 2.5 нет некоторых стандартных модулей, например, модуль IO, ну и так далее. В общем, если вы просто выкинете, да и все, что-то. Так, а у меня дальше… Ой. Да, дальше нужно современить код библиотеки. Вы берете и вот такую жесть добавляете в верх библиотеки, можно по одной строчке, и делаете так, чтобы эта библиотека у вас с этим работала. Что это значит? Первое – приводит импорты к семантике третьего питона. Второе – строки без буквы U спереди считают Unicode-ными, а, соответственно, байтами строки с буквой B спереди. Дальше print function у вас, print становится функцией, но здесь все просто. И division – это у вас при делении целого числа, на целое число получится дробное число, а не целое число, как во втором питоне. А если целочисленное деление, там два слэша. В принципе, ну тут по-разному все может быть. Ну и просто другой код тоже надо причесать. Например, синтаксис для обработки исключений на новый лад перевести. Четвертый шаг – это понять, как у вас в библиотеке работает ввод-вывод. То есть вам нужно четко понимать, в каком месте у вас данные приходят. Это данные байтовые или это Unicode. В каком месте у вас данные декодируются, в каком месте декодируются. Что такое Unicode? Вы должны понимать, примитивно к питону, что такое байты. Если, ну то есть обычно нормально работает такая схема. Внутри с текстами данные работает только как с Unicode. А потом скодируются и декодируются данные при вводе-выводе снаружи. Что я сказал? При, ну короче, при вводе-выводе, при общении с внешним миром. У нас всего тут уже было 4 шага. Заметьте, тут пока не было вообще ничего про третий питон. Вы улучшали код на втором питоне. И это такая штука достаточно забавная, что если у вас код на втором питоне уже хороший, простой и так далее, то скорее всего его перевести на третий питон будет очень просто. Если у него есть тесты, если вы понимаете, как там организован вот вывод, он организован правильно, если там то, что вы добавите эти фьючер-импорты, у вас просто код немножко покрасивее станет, скорее всего, и все. И вот 4 пункта, в принципе, мы еще к третьему питону даже и не подходили. И вот последний, пятый пункт, это давать поддержку третьего питона. Вы просто в токс и не добавляете интерпретаторы, нужно и запускайте тесты. Если тесты падают, то исправляете. Обычно там тесты падают, как достаточно очевидно. И если все те пункты выполнены, и вы, в принципе, почитали документацию, и включили мозг, то это может быть несложно. Часто это бывает, одна строчка исправить. То есть у меня было в одной библиотеке там это было три строчки. Ну, порядок, в общем, такой может быть, если у вас все уже до этого хорошо. Бывают, конечно, в библиотеке, где все плохо. Я, например, на первом слайде говорил, что я помогаю портировать Natural Language Toolkit. Это очень огромная библиотека. Очень огромная, конечно. И там тесты падают, там тесты не работали, там все пункты, которые здесь есть, они все не выполнены. И поэтому ее портировать было достаточно трудно. И там все еще все в процессе. Но если у вас код нормальный, то проблемы быть не должно. Ну, что можно сказать? В январе я посмотрел, зашел на индекс PayPay и посчитал примерно, сколько библиотек поддерживает третий питон. Вот оказалось примерно так. То есть третий питон, вон там маленький тут красненький, не знаю, как назвать по-умному, сектор Тора или что это? Нет, не Тор. Сектор диска. Ну, а синяя это питон 2. Это было в январе. В октябре уже достаточно много произошло, произошел достаточно большой сдвиг. И мне кажется, что все это будет сейчас дело по нарастанию идти, потому что многие фреймворки сейчас поддерживают третий питон. И вообще уже накопилась достаточная масса библиотек по третьим питоном, которые позволяют уже писать, в принципе, на третьем питоне и только какие-то небольшие вещи допортировать то, что нужно. И поэтому здесь все будет все больше и больше. Ну, у меня все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. Так, во-первых, про производительность. Начнем с того, что питон 3.3, он, на всяком случае, на всех моих тестах и всех примерах, которые у меня были, он быстрее, чем питон 2.7. Если вы запускаете код под питоном 3.3, у вас все, скорее всего, будет работать быстрее. Там более эффективная реализация уникода, например, и вообще много всяких исправлений. Все те штуки, которые… Сейчас, секундочку. Так. Вот, да. Эти штуки на производительность практически не влияют. Потому что все эти хаки… То есть хаки нужны, если вы собираетесь поддерживать питон 2.5. В вероятеке с x есть всякие хаки, чтобы поддерживать питон 2.5. Например, вы можете завернуть там, по-моему, функцию u. Все строки, они станут гинекодными. И там, если… Потому что буквы u нет в питоне 3.2. Вы можете там букву b завернуть, они станут байтами и там, и там. Но если у вас нет питона… Если вы хотите поддерживать синтаксис для исключений, для питона 2.5 там вообще какие-то жуткие хаки через, по-моему, чуть ли не интерспекцию текущего фрейма. Я, честно говоря, не помню. В общем, в таком деле. И это все очень медленно и плохо. Но если у вас питон 2.6, то скорость это в целом не влияет. Если у вас какой-то импорт, который переместился, то тогда вы его выимпортируете, ведь, скорее всего, один раз. И у вас в любом случае замедление – это один if. Так что скорость это, по-моему, опыта не влияет. Качество кода в большинстве случаев это улучшает. Потому что вам приходится его делать более простым, более понятным. Вам приходится убирать всякую жесть из кода. И поэтому обычно код улучшается. Есть некоторые ситуации. Например, если у вас используются метаклассы. Метаклассы с одним исходным кодом портировать достаточно сложно. Там приходится создавать тип. В общем, это некрасиво. И получается некрасиво, правда. Вот метаклассы, получается некрасиво. Но, в принципе, если у вас в коде много метаклассов, вы можете его портировать с помощью библиотеки 2.3. Это один из тех случаев, когда эта библиотека позволяет более красивый код иметь. Она метакласс в старом синтаксисе преобразует метакласс в новом синтаксисе. И у вас код становится, ну, остается нормальным. Но в целом по опыту я говорю, что я лично заметил только улучшение качества. Еще вопросы есть? Вам нужно перекрывать в процессе переписывания вашего питон 2 кода на питон 3. Несколько наиболее распространенных различий. Наиболее распространенные различия? Спасибо. Ну, во-первых, в питоне в третьем все, помолча, не очень ленивое. Если вы пишете, то есть в питоне 2, если вы у словаря, например, спросили метод keys, ключи, вам вернется список. В питоне в третьем вам вернут в view какой-то или генератор. И чтобы его вычислить, вам нужно его, если вам целиком нужен, то вы его к лист преобразуете. Если вам целиком не нужен, вам нужно про него пробежаться. Просто у вас будет расходиться меньше памяти. То есть в питоне третьем, то есть одно такое распространенное отличие, то, что в питоне 2 было называлось iter items, в питоне 3 называется items. Ну, дальше различия с unicode. Ну, в принципе, они все устраняются, если так. Есть различия в стандартной библиотеке, но это тоже, в принципе, устраняется. Ну, я говорю, лучше вам, то есть если конкретно что-то, я сейчас даже что-то вспомнить не могу, чтобы так вот, если вы спрашиваете именно про отличия, если про преимущества, то в питоне 3 есть разные штуки, которые позволяют код писать лучше, там есть улучшение в стандартной библиотеке, которых нет и не будет, даже там на PayPay бэкпортов. Но если вы портируете библиотеку, то она уже была написана, видимо, на втором питоне, и вас это, в общем, не очень волнует, потому что она у вас уже есть, эта библиотека, и там эти функции уже не используются. Ну, и поэтому поддержка второго питона минусов в код тоже не делает. Еще, пожалуйста, вопросы? Да. Вот, допустим, я захотел встать на путь добра, помочь комьюнити, собственно, портирует библиотеки, и куда мне идти? Так, куда вам идти? Вам идти на работу на свою? Другими вещами занимаетесь. То есть один вариант, это вы идете на свою работу и смотрите, что вам не хватает, берете и портируете, что вам надо. Второй вариант, вы идете, просто смотрите, что вы сами используете в каких-то своих проектах, и это портируете. Это все такие вещи, которые такие наиболее естественные. Дальше вы можете пойти на сайт python.org, там есть голосование, пакеты, которые еще не портированы по третьим питону, но мы их хотим. Там есть список этих пакетов, но этот список уже там почти все портировано. Так что можете за ней идти, я просто так рассказал. Можете пойти на гитхаб, а нет, можете пойти на pypy.pthom.org и ткнуть там лист trove classifiers, и там можно будет выбрать все пакеты, которые под вторым питоном и выбрать любой и портировать его. Есть еще один вариант. Можно присоединиться к портированию, например, natural language toolkit. Для этого нужно обратиться ко мне, я все расскажу, покажу. В Викторинбурге, я когда рассказывал, мы после все это рассказа провели небольшой спринт и перевели библиотеку PyTools для работ с русским языком на третий питон. То есть там у нас было человек 15, мы все дружно собрались, сели и давай это портировать. Все весело попортировали. В принципе, если хотите, то можно тоже что-нибудь такое устроить. Официально этого в программе нет, но я вообще не против. Еще, может, какие-то вопросы? Вопрос. Вот известно, что в принципе можно писать код, который будет работать и под вторым, и под третьим питоном, но иногда приходится делать условные флажки. Если второй питон, если третий, особенно что касается импорта в стандартной библиотеке. Вот как по твоему опыту, как человек, который портировал уже несколько библиотек, что предпочтительнее? Писать код вот с такими условными проверками или же все-таки использовать при инсталляции два-то-три автоматически? Во-первых, автоматические проверки можно выносить в отдельный модуль. Это сделано все в библиотеке с x. Если вы импортируетесь в библиотеке с x, то у вас в вашем коде импорт обычный, а там внутри он с if. Причем вам этот код писать не надо, потому что библиотека с x уже есть. Дальше есть вариант. Библиотека с x достаточно большая. Это в общем зависимость. И она вся целиком не нужна почти никогда. Поэтому если вы опортируете библиотеку, имеет смысл сделать файлик небольшой, например, compad.py и все различия между вторым и третьим бетоном вынести туда и импортировать из него. Или какие-то условные импорты, если у вас есть, или какие-то условия все, вынести туда, чтобы код у вас читался аж просто как код. Но если у вас кода достаточно мало, то проще обычно просто if поставить. Если у вас там один if на всю библиотеку, то с всеми этой морокой можно не заморачиваться. Ну, по моему мнению так. Утилита 2.2.3, но она… У меня просто лишние предпочтения это один исходный код. Я поэтому так говорю про один исходный код. Может, у кого-то с 2.3 удобнее, но у меня с ним опыт был не очень удачный. Я как-то одну библиотеку портировал, портировал под 2.3, там всякие ошибки нападали, у меня ничего не получилось. А потом через неделю подумал, что бы не написать просто один исходный код и написал там все за 2 часа и все замечательно было. У меня поэтому просто, видимо, такая травма психологическая. Я поэтому про библиотеку 23 знаю не очень много. Но иногда она очень удачно помогает. Есть, например, метагласы те же самые. Еще, может, вопросы? Еще такой вопрос. Если все так замечательно и хорошо со 2 до 3, то почему еще до сих пор многие библиотеки не переписаны и только 8 процентов? Если вы говорите все так просто, легко портируется. Ну, во-первых, это все дело набирает обороты. Это раз. Два. Возьмем, например, всеми ненавидимую Джангу. Поднимите руки, кто ненавидит Джангу. Испугались? Во. А проблема, Джанга, текущая версия, которая с PyPy, она не поддерживает третий Python. Соответственно, все абсолютно ее зависимости, почти, нет, не абсолютно почти, у меня две зависимости поддерживают, но все не поддерживают третий Python. То есть такой ком получается. Дальше на PyPy огромное число пакетов, которые довольно старые. Python, он очень долго развивается, и там очень много пакетов, которые там в ком-то в 2005 году сделаны, и просто за них никто не волнуется. Там очень много пакетов, которые называются Simple Printer of Nest Lists, которые ничего не делают, там и тому подобного. Но тут вопрос не в том, что нам важно не абсолютное количество, потому что есть там 10%, да, нам важно какие 10%? А 10%, ну там 8 что ли, это библиотеки, которые реально используются. То есть, например, в научных вычислениях, NumPy, Scikit-learn, SkyPy, да, оно все по-третьему работает. Если в вебе, то в джанге, там, транк, он тоже под тройкой работает. Пирамида под тройкой работает. И когда выйдут уже релизы, то и все зависимости тоже будут подтягиваться. И, в общем, этот процесс, он достаточно долго, шел медленно, он как бы вот так вот идет. Пойдет. Потому что чем больше портировано, чем больше людей начинает в третьем пизоне писать, тем больше они портируют еще. И поэтому то, что абсолютные цифры сейчас не очень большие, хотя они уже достаточно большие, но относительный прирост все быстрее и быстрее начинается. Поэтому сейчас не совсем все хорошо, но скоро будет все хорошо. Еще вопросы у кого-нибудь? Я не успел. Мне еще нечем занять, там три минуты. Ладно, тогда спасибо. За ним все. А можно вопрос еще? Можно. Про три минуты сказали. Я, смотрите, не совсем понял логику 2.2.3. То есть, например, взять Django. Она запускает 2.2.3. Она не запускает 2.2.3. Ну, понятно. Ну, при инсталле, то есть запускается 2.3. У нас генерируется код на третьем. Когда там прошло, ну, не знаю, год, два. Я понял ваш вопрос. Момент в том, когда запускается утилита 2.2.3. Она запускается в сетап пай. Она запускается при установке Django. Нет, может быть, вопрос вы неправильно поняли. Смотрите, у нас получается, что код на тройке генерируется автоматически. Вы говорили, что у нас автоматическая генерация, у нее есть проблемы. То есть, мета-классы и еще какие-то. То есть, в целом у нас код на тройке получается не очень красивый. То есть, все равно у нас станет момент X, когда мы должны будем перейти на эту тройку и опять, ну, то есть, на код уже не генерировать его, а начать руками исправлять. Да, это одна из проблем, почему мне утилита 2.3 не нравится. Есть утилита 3.2, где вы пишете код на третьем питоне уже сразу, и она преобразует в код на второй питон. Но она не поддерживается. Если вы делаете просто из одного исходного кода, у вас получается код, который уже код на третьем питоне. Это под множество языка третьего питона. Если вам когда-то захочется перестать поддерживать второй питон, вы просто там несколько ифов выберете, и у вас все будет нормально. То есть, получается, а в вашем подходе вот эти все мета-классы, это просто вы ифами оборачиваете, у вас? Одно объявление, второе. В мета-классе там все немножко сложнее. Так, да. Там все оборачивается ифами, но всего этого достаточно мало, потому что есть специальные методы, которые позволяют без оборачивания методов без оборачивания всего все портировать. Потому что эти функции не устраняют различия между языками. А вот эту сложность, если оценивать, то есть когда настанет этот момент x и джангл-разработчики перейдут на тройку, то есть на код тройки, то есть насколько им сложно будет причесать код до хорошо читаемости и простоты? Опять же, по моему мнению, на код этого не влияет почти вообще никак портирование третьего питона. Потому что иногда он влияет, но положительно влияет. То есть вы же пишете уже на третьем питоне. Идея-то в том, что вы пишете просто не на всем третьем питоне, а на некоторой его части, которая еще и под вторым питоном работает. Понятно. Спасибо. Вот так, как вы. Спасибо.